Сотрудники ГИПТД задержали трех водителей в состоянии опьянения. Помочь в задержании нетрезвых автомобилистов могут и сыровчане. За это закон предусматривает вознаграждение 2000 рублей. Если вы заметили неадекватное поведение водителя, необходимо позвонить по линии 112 или в дежурную часть по телефону 605-22 и сообщить марку и модель автомобиля, номер, если запомнили, а также направление движения машины. Патрули отрабатывают данную информацию. Если данная информация подтверждается ответственными лицами, в госавтоинспекции Саров собираются документы, направляются в нижний. По истечении времени человек будет переведено в вознаграждение. Если вы заметили, что машина припарковалась в неположенном месте, то об этом тоже можно сообщить сотрудникам ГИПДД. В этом случае нарушители привлекут к административной ответственности. В летний период увеличивается количество травм на пешеходных дорогах и проезжей части как среди детей, так и среди взрослых, которые используют средства индивидуальной мобильности. Госавтоинспекция призывает саровчан к внимательности. Автомобилистам напоминает о скоростном режиме. Водители должны быть внимательны на дороге, не спешить. Тем более, в реалиях нашего города, куда у нас можно спешить? 10-15 минут вы город пройдете, ну если без пробок, от одного края до другого. То есть спешка здесь абсолютно не нужна. По своему опыту могу сказать, что все дорожно-транспортные происшествия, которые случаются, это в основном спешка, либо невнимание. Всего за минувшую неделю выявили 90 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. За тонировку задержали 14 водителей. В ГИБДД есть вакантные места. На собеседование приглашают мужчин и женщин до 35 лет. У нас в отделе есть некий некомплект по штатам. Хочется тоже гражданам обратиться. Если у кого есть желание, молодые люди, девушки в возрасте до 30 лет могут приходить, устраиваться на работу. Будь то ДПС, либо сотрудники, работающие в кабинетах. По всем вопросам обращайтесь к заместителю начальника госавтоинспекции Михаилу Кондрахину. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.